Беседа на 140-й псалом говорит, что не самооправдание, а самоукорение оправдывает грешника. Путем к погибели в особенности служит то, когда или сама согрешающая душа, отвергнув страх, вымышляет предлоги к беспечности, или когда другой, желая у кого-нибудь совершившего любодеяния, исторгнуть чувство сокрушения, говорит, ну разве ты виноват, виновата похоть. Грешить зло, но еще тягчайшее зло – отпираться по совершению греха. Это в особенности и есть оружие дьявола. Так было и с первозданными людьми. Тогда как Адаму следовало признаться в грехе, он слагает вину на жену, а она потом и на дьявола. Тогда как следовало бы говорить «согрешил», «беззаконовал», иные не только не признаются, но еще и составляют оправдание. Ибо дьявол, зная, что исповедание греха есть избавление от греха, склоняет душу к бесстыдному упорству. Но ты, возлюбленный, когда согрешишь, говори «я согрешил». Нет ничего справедливее такого оправдания. Таким образом ты умилостивишь Бога, таким образом и сам себя сделаешь более медленным на те же грехи. А если станешь отыскивать пустые предлоги, освобождать душу от страха, то усилишь в ней расположение снова предаваться тем же грехам и много прогневляешь Бога. Ни у кого из согрешивших не бывает недостатка в бесстыдных оправданиях. Человекоубийца может сослаться на свою раздражительность, вор на бедность, пролюбодей на похоть, иной на власть. Но все это предлоги неосновательные, не представляющие никакой уважительной причины. Не от них происходят грехи, но от воли согрешающих. И что это действительно так, объясню близкими к делу примерами. Если найдется другой человек, который проводит жизнь в бедности, имеет похоть, подлежит всем потребностям природы, и однако не впадают в такие грехи, то какое они могут иметь оправдание? Хорошо сказал один премудрый, кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моего наставника в мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям. Сираха 23 глава 2 стих. Посмотри, Давид согрешив, не оправдывается, но говорит, согрешил я пред Господом. 2 Царствия 12 глава 13 стих. Хотя он мог бы сказать, для чего эта женщина обнажилась, для чего эта мылась перед глазами моими, но он знал, что это был бы неосновательный предлог, и потому прибегает к прямому оправданию и говорит, согрешил. Не так поступил Саул, но, будучи укоряем за то, что прибег к волшебнице, сказал, тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня. 1 Царствия 28 глава. Потому и был строго наказан, тогда, как следовало сказать, согрешил, сделал беззаконие. Он этого не сказал, но старался уклониться, представляя пустые предлоги. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.